Интерактивный музей, посвященный известному пианисту Эмилю Гиллилсу, открыли в детской музыкальной школе номер один в Одессе. Среди экспонатов исторические документы и информационные стенды. Открытие приурочили ко дню рождения пианиста. Также один из классов школы получил имя музыканта. Детали расскажет Ксения Самборска. Эмилю Гиллилс – один из самых известных пианистов 20-го столетия. Кстати, он одессит. Свой первый сольный концерт он дал в 12 лет. В 60-х, 70-х годах он был одним из самых востребованных музыкантов из Советского Союза. Его имя, как и многие другие музыкальные имена, было связано с Одессой. Он в Одессе учился и жил до 16 лет. И все свои первые успехи он начал проявлять уже тут. Класс фортепиано в детской музыкальной школе номер один украсили фотографиями пианиста в детские юные годы. Тут изображение Гиллилса на его первом концерте и даже первая афиша. В интерактивном музее можно увидеть фото известного пианиста, прочитать его биографию и даже найти аудио и видеозапись его выступлений. Я пока только начинаю учиться, но знаю имя великого музыканта Эмиль Гиллилс. Я рада, что мне в школе музыкальной поставили такой уголок. В Одессе регулярно проводят международный конкурс пианиста, посвященный его памяти. А в 2009 году по адресу Чайковский, переулок 4, где жил пианист, установили мемориальную табличку. Ксения Сомборска, Алексей Филиппов, 7 канал.